Игорь Александрович Яковенко, российский журналист и социолог. Игорь Александрович, как всегда, рады приветствовать в эфире. Это взаимно, здравствуйте. Игорь Александрович, ну что же, Пригожина, можно сказать, вырасти, сделали, сотворили из него некоторое такое пугало, некоторый такой инструмент, который может угрожать. А как вы считаете, вот этот инструмент, созданный руками, кропотливо, очень долго в деталях, может ли он выйти из-под контроля? Ну, во-первых, я бы не стал говорить о том, что его создавали. Он сам себя создавал. Этот уголовник, который, ну как, кто создавал Пригожина? Пригожин сам создавал себя, он действительно человек не бесталанный, это человек, который, будучи обычным уголовником, он как-то прибился, оказался неподалеку от Путина, использовал, конвертировал эту близость в экономических, прежде всего, целях, значит, создал свою империю. Причем, я бы сказал, этот холдинг такой многопрофильный. Здесь и достаточно мощная медийная структура, достаточно влиятельная. Это и коммерческая структура, которая претендует на деньги и Министерства обороны, и городских бюджетов, там, в частности, бюджет Санкт-Петербурга и Москвы. Это и военная структура. То есть такой вот многопрофильный холдинг. Здесь никто его особо не создавал. Он сам, используя близость к Путину, создал такие структуры. Много кто оказывался по близости от Путина, но мало кто сумел воспользоваться таким образом. Это первое. Значит, второе. То, что на сегодняшний момент, конечно, основной ресурс его влияния – это близость к Путину по-прежнему. Без Путина он, конечно, ноль по-прежнему. Но он уже обладает и самостоятельным, автономным влиянием. Прежде всего, за счет наличия собственной военной структуры. Вот эта вот уникальная совершенно возможность абсолютно частному лицу, он же не занимает никаких официальных статусов, официальных должностей. И человек получил возможность приезжать в колонии, значит, вербовать в этих колониях людей, преступников, освобождать их, направлять их на фронт, направлять их в свою структуру. Это человек, который фактически сейчас гораздо более эффективно, чем Министерство иностранных дел действует на международной сцене. То есть он получает в свое полное распоряжение целые страны, в частности, в Центральной Африканской Республике. Он фактически получил накормление от Путина эту страну. Он ее контролирует, он использует там, так сказать, разрабатывает там недра, так сказать, ну, фактически контролирует власть в этой стране. То есть, на самом деле, он вмешивается в выборы в Соединенных Штатах Америки, заявляет об этом публично. То есть это во многом человек вмешивается в прерогативу в Министерство иностранных дел, вмешивается в прерогативы Федеральной службы исполнения наказаний, выполняет функции Министерства вооруженных сил и так далее. То есть это, в общем, такое вот разноплановое явление. Что же касается угрозы, которую он представляет, ну, пока для Путина он никакой угрозы, конечно, не представляет. Я думаю, что планы его распространяются уже на послепутинский период. Я думаю, что он, как и многие другие сообразительные граждане, понимает, что путинизму приходит конец, и он рассчитывает на то, что в послепутинской России он будет играть какую-то роль. Для этого он создает свою политическую структуру. Сейчас вот создает представительство ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге, в других регионах. То есть, по сути дела, это некоторый прототип партии, политического движения, которое будет существовать после Путина. А может быть и в конечном финальной стадии путинизма. Значит, он, безусловно, очень опасен. Вот то, о чем говорили, что это такой вот вариант современной опричнины, это правда, но принципиальная особенность опричнины 21 века заключается в том, что если Иван Грозный, как мы хорошо помним, опричнину породил, и затем он ее ликвидировал, то я думаю, что Путину не получится, у Путина не получится ликвидировать свою собственную опричнину, прежде всего, потому что она ему нужна, потому что на самом деле, на сегодняшний момент ЧВК «Вагнер» — это одна из наиболее эффективно действующих военных структур, благодаря которым некоторые успехи, так сказать, российские фашистские войска имеют на Украинском фронте, в частности, определенные успехи в Луганской области, которые поначалу российское нашествие имело, это в основном заслуга ЧВК «Вагнер», и сегодня вот эти вот бои на Донецком фронте, они, в общем-то, ведутся силами ЧВК «Вагнер». Правда, сейчас уже особых успехов там нет, но, тем не менее, в общем-то, без ЧВК «Вагнер» было бы довольно сложно. Мы помним, как все это начиналось, когда началось вторжение 24 февраля, то Пригожин уже не был приближенным к Путину, то есть в результате своей наглости он был отлучен от тела, потому что он слишком широко раскрыл рот, в частности, на бюджет Министерства обороны. Но потом, когда стало ясно, что, в общем-то, успехов никаких нет у вооруженных сил России, то Пригожин предложил свои услуги, и эти услуги были приняты. То есть вот ситуация. Значит, на сегодняшний момент он опасен, опасен он для министерства, ну, то есть, если есть опричина, есть и земщина. И в качестве земщины выступает Министерство обороны, Пригожин занимается охотой за головами генералов, он занимается охотой за головами губернаторов, и он опасен. И сейчас мы видим, как предпринимаются очень интенсивные попытки противостоять Пригожину. В частности, земщина, а именно Министерство обороны и УФСИН, они создали противовес Пригожину. Известно, что сейчас, так сказать, уголовник, значит, группа луганских уголовников получили возможность создавать альтернативного ЧВК. То есть, получили накормление, так сказать, целый ряд колоний и стали вербовать заключенных в другую ЧВК, ЧВК под контролем Саркисяна. Ну, это известная история. Каких-то перспектив, я думаю, что... Ну, у меня есть сомнения, что эта история ударить по ЧВК Вагнеру, Вагнера ЧВК Саркисяна, вряд ли это получится, но попытки такие есть. Ну, попытки есть. Игорь Александрович, вы сказали о партии, да, о партийной его возможное желание господина Пригожина. Пригожин сейчас возлетел, условно находится, и на тело, которого именует Владимир Владимирович Путин, опирается. А если не Путин, может опираться на Ковальчуков, который фигурирует как раз в аспекте создания политической партии, если коротко можно? Вы знаете, я думаю, что Пригожин не нуждается сейчас ни в ком, кроме Путина, потому что его источник, источник его влияния это Путин. Никто другой ему не нужен. И, кроме всего прочего, ну, к нему достаточно настороженно относятся и ФСБ, и армия. Сейчас оппозиция Пригожина во власти очень сильна. И мы видим, что сейчас и по социальным сетям уже пошла пошла атака на Пригожина. В частности, некие люди, которые там то ли являются уголовниками, то ли выдают себя за, так сказать, авторитетов преступного мира, распространяют информацию о том, что Пригожин – это вообще на самом деле, так сказать, опущенный, что все, кто имеет дело с Пригожиным, это все уголовники, которые имеют дело с Пригожиным, должны быть осторожными, потому что это означает, ну, в их выражении это называется «зашквариться». То есть попытка каким-то образом опорочить Пригожина как такого вот главу преступной криминальной России. Но я думаю, что на определенный период остановить Пригожина будет довольно сложно. Дальше посмотрим. Я думаю, что Пригожин рассматривает ситуацию, видите, как он заматерел, как он, так сказать, движется уже пузом вперед. Кстати говоря, человек, который неплохо владеет членораздельной речью, что огромная редкость вообще в путинском окружении, человек, который неплохо говорит, обладает своеобразным чувством юмора, так сказать, чего стоит его вот эта знаменитая дипломатическая депеша, которую он отправил европейским лидерам, вот эта кувалда, так сказать, значит, окровавленная. Ну, вот такой вот специфический, так сказать, представитель новой российской власти, в какой-то степени ее символизирующий. Я думаю, что это в какой-то степени провознесник смуты. То есть то, что после опричнины через некоторый интервал в России случилась смута, это не случайно. Опричнина была в какой-то степени подготовкой к смуте. Но здесь, да, действительно, вот то, что представляет собой сегодня Пригожин, Кадыров, ну, тот же самый Саркисян, не знаю, насколько этот проект Саркисян будет успешен, но в любом случае это дыхание на приближающиеся смуты. Какие черты смуты? Это самозванство, это элементы гражданской войны и в конечном итоге тенденция к распаду России. То есть такое специфическое изобретение русской истории. Периодически русская история порождает себя, исторгает из себя смуту, как элемент такого вот периодического полураспада или распада страны. Игорь Александрович, мы вас благодарим за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я зрителям напомню, что с нами на связи был Игорь Александрович Яковенко, российский журналист и социолог. Редактор субтитров А.Семкин